Вообще говорят, что родимые пятна приходят к нам из прошлых жизней. В прошлой жизни у нас могло что-то произойти. Мы могли умереть от какого-то увечья, какой-то серьезной травмы. И это родимое пятно перешло с нами в эту жизнь. Допустим, вы видите у себя родимое пятно на ноге. А в прошлой жизни вы просто сломали ногу, у вас было какое-то заражение, и вы умерли. В этой жизни как раз и осталось эта метка. Также говорят, что родимые пятна это о проклятии. Когда у вас есть темно-красные, красные или ярко-коричневые пятна, это значит, что вы прокляты или вы носите какую-то метку дьявола. Мы, конечно, не будем вдаваться в подробности, так это или не так. Сегодня видео немного о другом. Я хочу вам рассказать, что же значит ваше родимое пятно на каждой части тела и вообще по форме, что оно может значить. Поэтому я думаю, вам это будет обязательно полезно, интересно, и поэтому жду от вас лайки под этим видео. Прошу вас подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, и нажать на колокольчик, выбрав все уведомления. Тогда вы не пропустите ни одного моего видео, а я стараюсь именно для вас. И этот зритель попадает сюда. А если ты хочешь оказаться в закрепленном комментарии под этим видео, чтобы тебя увидели многие, то просто оставляй много комментариев. И если я замечу именно тебя, значит, ты обязательно попадешь в закреп. И не забывайте, что я провожу онлайн-гадания на картах. Если вы хотите, чтобы я вам погадала, просто переходите в мою любую соцсеть под этим видео. Есть все ссылочки. И пишите мне там, что вы хотите расклад. Я вам обязательно напишу, что для этого нужно, и обязательно вам погадаю. Да, также вы можете подписываться на эти все соцсети. Две кружки кофе, две кружки кофе. Давайте сначала мы разберемся, какого цвета у нас родимые пятна. Они могут быть темными и светлыми. И говорят, что если они у вас темные, это значение негативное. И в будущем у вас будут проблемы. А вот светлые, наоборот, позитивные. Это значит, что у вас будет светлое будущее, и у вас будут ожидать хорошие вещи и перемены. Также бывает, что родимые пятна из светлых превращаются в темные. Это значит, что именно в будущем вас будут ожидать какие-то неурядицы и проблемы. Хотя бывает иногда так, что темные родимые пятна превращаются в светлые. Это значит, наоборот, ваша темная полоса скоро закончится, и вы будете жить прекрасно. Маленькие круглые родимые пятна тоже означают очень хорошие вещи, и они будут вам помогать и также позитивно на вас влиять. Так же, как и много родимых пятен и родинок, это тоже благоприятный знак для вас и для вашей жизни. А вот длинные родимые пятна означают конфликты и какие-то жизненные проблемы. Но они будут легко решаемы, и так что на этом можно не заострять большого внимания. А давайте теперь рассмотрим, где же находится ваше родимое пятно. Если ваше родимое пятно находится под левой рукой, значит вас ожидают жизненные трудности, но вы обязательно с ними справитесь и вас будет ожидать успех. Если родимое пятно у вас есть на правой руке, ниже, это значит, что у вас будут проблемы с финансовой точки зрения, вы будете расточительны. И поэтому вам нужно обязательно следить за собой, за своими финансами, смотреть куда вы тратите деньги для того, чтобы не находиться на черте бедности. К сожалению, вы этому подвержены. Если у человека есть родимое пятно на подбородке, это значит, что человек трудолюбивый, щедрый и ответственный. Он очень подходит для семейных отношений, потому что он просто живет ради семьи. Поэтому если вы видите человека, у которого есть родимое пятно на подбородке, знайте, у вас будет все прекрасно в отношениях. Если родимое пятно есть на бедре, это значит, что вас ожидает много влюбленности. Это значит, что вы будете постоянно купаться в любви, вас будут любить, вы будете любить, но вы все равно первым делом будете думать головой, а не сердцем. Вот у меня, кстати, есть это родимое пятно. Целых два, представляете? Если у человека есть родимое пятно на брови, это значит, что этот человек очень жесткий, прямолинейный. Он готов смотреть глаза трудностям и он готов бороться до конца. Этот человек обязательно будет успешен в деньгах, у него будут они постоянно. Этому человеку суждено быть богатым. Если у человека есть родимое пятно на локте, это значит, что человек интересуется искусством и азартными играми. Да, человек азартный любит проигрывать и выигрывать. Также человек очень эмоциональный и сентиментальный. И у него в этом будут постоянные проблемы. Если есть родимое пятно на шее, это значит, что ожидать будет человеку удача, слава и много браков. Ну а если есть родимое пятно сзади, это значит, что будут проблемы со здоровьем или есть. Если у вас вообще есть родимое пятно сзади, это где-то на спине, то значит, что у вас будут трудности в жизни. Вы не умеете анализировать, не умеете делать выводы, поэтому постоянно наступайте на одни и те же грамли. Если у вас есть родимое пятно на щеке, это значит, что вы эмоциональны и женственны. Это может относиться как к мужчине, так и к женщине. Вы легки, доверчивы и ранимы, но вы легко находите общий язык с другими людьми. Родимое пятно над губой означает, что вы очень чувственный человек. Вы отдаете страсти по полной. И это чаще всего относится к женщинам. Родимое пятно под носом, это значит, что человек любит изменения. Если у вас есть такое пятно под носом, это значит, что вы не любите сидеть на месте и не любите рутину. Под глазами, это значит, что вы отдаете предпочтение всегда семье. И чем ближе это родимое пятно к уху левому, это значит, что вы сложнее, нежели чем к правому. Тогда вы простой в общении человек. Если у вас есть родимое пятно на скулах, это значит, что вы умеете обманывать, вы обманываете, и вы готовы на все ради своей цели. Ну что ж, вот такое видео получилось. Надеюсь, оно вам понравилось. Обязательно рассказывайте, где находятся ваши родинки и родимые пятна. Я обязательно сниму вторую часть, если вам понравится это видео. Ну а с вами была я, Лия. Увидимся с вами в новом видео. До скорой встречи, мои дорогие. И пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok